Соревновательный день пятого этапа чемпионата Лавр моторинг на автодроме Игора Драйв запомнился гонкой титульного класса Супербайк. Победу в заезде одержал Артём Мараев, сумевший оторваться от действующего чемпиона Макара Юрченко и лидера класса Антона Ерёмина. А в младшем зачёте Супербайк 2 пятую победу подряд одержал Егор Ратников. Это было очень круто. Я вообще ни с кем не боролся. После четвёртого круга просто уехал и сам катался. Следом за литрами на старт вышли участники классов Суперспорт и Суперспорт 2. Победу в старшем классе одержал действующий чемпион Дмитрий Седин, а в зачёте Суперспорт 2 Григорий Матревелли. В классе Суперспорт 300 абсолютный лидер и двукратная чемпионка класса Анастасия Белякова не оставила соперникам шансов навязать ей борьбу. В завершении дня прошла гонка Деларус Моторинг Джуниор Кап для гонщиков 11-14 лет, где первым стал Иван Майоров. Шестой этап чемпионата стартовал не в штатном режиме. С утра над автодромом Москоу-Рейсвей держался плотный туман. Начало утренних разминок несколько раз переносилось. Дирекции серии удалось нагнать потерянное время и провести оставшуюся часть дня, не выходя за рамки расписания. Гонка титульного класса чемпионата вновь держала зрителей в напряжении до последних метров дистанции. Поначалу красивейшая дуэль развернулась между Макаром Юрченко и Владимиром Леоновым, возглавлявшими пилотон. Однако после шести кругов Леонов вынужден был съехать в питлейн из-за технической неисправности. Юрченко выиграл заезд, а судьба второго места решилась за несколько метров до финиша. В последнем повороте дистанции Артем Мараев сумел опередить Антона Еремина, сместив соперника на третью позицию. Был задор, даже я увидел, что уже отрыв большой и на питборде мне показывали. В общем, в хорошем быстром темпе ехать до конца и очень кайфанул на самом деле вот от последних кругов, потому что как-то удачно круговые попались. Я их всех на одном кругу объехал и потом опять была пустая трасса и удалось реально быстрые круги уже на изношенной шине показать. В зачете Супербайк 2 первым финишную черту пересек Александр Сухов. В классе Суперспорт уверенную победу одержал Дмитрий Седин, досрочно подтвердивший титул действующего чемпиона России. В Суперспорт 2 лучшей стала молодая спортсменка Анастасия Белякова, также досрочно оформившая чемпионский титул. Кроме того, Анастасия шестой раз подряд выиграла заключительную гонку выходных в классе Суперспорт 300.